Всем большой привет! Меня зовут Раиль Арсланов, и вы попали на мой музыкальный блог под названием Хижина Музыкант. Это такой музыкальный канал, где мы абсолютно всего касаемся в плане музыки. Разборов песен, уроков игры на гитаре, каверов, моих творческих работ и всего остального. Сегодня мы коснемся с вами одной проблемы, которая звучит так. Как правильно глушить струны на гитаре правой рукой. Очень важная тема, чтобы играть боем на гитаре. Вы же хотите играть боем? Классные штучки типа того. Любые бои, чтобы их играть, нужно научиться глушать струны. Вот эту тему мы сегодня с вами более подробно рассмотрим. Как заметили, ребята, я поменял струны на новые. Вон еще все торчат остатки струн. И теперь гитара стала звучать более бархатно. И звонче. Мне очень нравится. Вы тоже, друзья, не забывайте менять струны каждые 3-4 месяца, потому что струны – это не последний вопрос в звучании гитары. Если у вас стоят хорошие струны, новые, то звук будет вот такими. Вам будет приятно играть на гитаре различные мелодии. Я просто кайфую, когда вот такой звонкий, бархатный, чуть-чуть требежащий звук идет от гитары. Металлический, не требежащий, можно сказать металлический. Эти струны я приобрел в интернет-магазине «Мир Струн». Ссылку я кину в описании под видео. Это один из немногих сайтов, который специализируется именно на струнах, на различных струнах для разных гитар. Кстати, можете пройти туда, посмотреть, что за этот сайт. Там огромный ассортимент струн. Если вам нужны струны, бегом туда, заказывайте комплект струн, сразу оптом, чтобы каждый раз не покупать, где-то не ходить. Вам же играть нужно, развиваться. Покупаем, ставим и играем. Послушайте-ка, ребята, вот такой бой. Этот бой очень сложен для начального этапа обучения боям. Но что я хотел сказать. Вы заметили, все равно у меня в бою идет щелчок. Вот такой. Но я рукой никакие вот такие движения не делаю. Откуда появляется такой щелчок? Да, друзья, да. Есть еще другие способы заглушки струн. Не только рукой правой можно заглушать струны. Можно еще это делать при помощи расслабления левой руки. Оказывается, когда я бью вот сюда, правой рукой, ну, правым указательным пальцем по струнам в один момент, я расслабляю тут пальцы и получается вот такой глухой звук, что и дает нам заглушку. Слушаем. Вот расслабил пальцы. В один момент я просто расслабляю пальцы и получается заглушка. Видите, как работает левая рука? Она расслабляется в тот момент, когда нужно сделать удар. А можно было бы это сыграть еще вот так. Здесь я уже заглушаю правой рукой, да? Значит, есть несколько вариантов, ребята, заглушки струн. Можно расслаблять левую руку, а можно делать самый такой распространенный хлопок. Вот давайте хлопок мы сегодня и разберем, как его делать. Можно делать пальцем только. Можно всеми пальцами. От этого зависит сила хлопка. Ну, то есть, громче, тише будет оно звучать или нет. Ни в коем случае нельзя струны заглушать всей внутренней частью руки. Вот так. Потому что будет неудобно. Заглушаем всегда ребром нашей руки нижней частью. Бьем и глушим вот таким вот образом. Это очень важно. Если, например, у вас в руке будет медиатор, то как вы будете заглушать всей ладошкой, если у вас медиатор? Он мешать будет. Поэтому, когда мы даже медиатором играем, мы все равно глушим этим местом. Это первое правило. Следующее. Удар, чтобы произошел вот этот звук, нам нужно спуститься по струнам вниз, как вы понимаете. И это нужно сделать при помощи ногтей. То есть, выплескание наших ногтей. То есть, при помощи выплескивания наших ногтей из-под кулачка. Вот так. То есть, мы выбрасываем. Можем замах руки выбросить или из-под кулачка. Но главное, чтобы мы коснулись, вот так проехали по струнам и потом в нужный момент заглушили местом нашей руки. Ну, ребром нижним. Это медленно показать. Очень сложно, как вы понимаете. Ногти проезжают. И руку ставим. Пробуйте. Такой щелчок должен произойти. Это все за счет ногтей происходит. То есть, ногти дают звук сначала. И потом местом глушим руку. Но это происходит настолько быстро, что получается вот такой щелчок. Очень легко должно это у вас получаться. Еще следующий момент. Какими пальцами делать самый этот удар? Можно всеми. Можно двумя. Можно тремя. Можно одной даже. Вот одной тоже играть, когда быстрый темп. Когда очень быстрый темп, лучше одним пальцем играть намного легче. Но вот палец это тоже выполняет ту же самую роль. Делаем вниз и блокируем сразу этим местом. Видите? Вообще пауз нет. Бьем и сразу блокируем ребром нашей руки правой. Напоминаю вам, что мы, друзья, проходим тему заглушка струн правой рукой. Потому что... Почему я констатирую именно, что правой рукой? Потому что есть еще заглушки при помощи левой руки. И вначале я вам сказал, можно расслаблять левую руку, когда мы бьем простые удары правой рукой по струнам. То это тоже уже заглушка, когда мы левой делаем. Еще есть очень много разных вариантов, когда нужно вот во время игры всяких мелодий для чистого звучания заглушать некоторые струны. Для этого можно большим пальцем блокировать струны, которые нам не нужны после звучания. Вот, например, нам на ля надо взять после. Соль. Да? Поэтому нужно заблокировать вот эту четвертую струну. Как это можно сделать? Можно правой рукой большим пальцем быстро, да? Коснуться. Коснулись и другую дергаем. А можно левой рукой это сделать. Смотрите, сейчас средним пальцем заглушу четвертую струну. То есть различные варианты есть. Все это мы с нами пройдем позже, пока мы проходим правую руку, заглушку в правой руке. Вот, давайте посмотрим бой один и как раз проанализируйте, как происходит этап заглушения струн. очень легко должно быть. Пальцы спускаются и сразу глубже ребром. вот рука каким образом лежит. Вот запомните, она у вас также должна лежать. Вот ребро, вот пальцы. Очень легко играть. Также, если вам сложно играть таким полноценным боем, то есть полной заглушкой струн, можно еще глушить струны при помощи удара. Также правой руки, но уже кулачком. Просто глушим, бьем под струном сверху. Такой же щелчок происходит, но он уже более мягкий. Также вам пригодится. Я часто тоже использую очень удобная вещь. Так просто бьем. Надеюсь сегодняшний урок, где я показал вам, как играть правильно заглушку на гитаре при помощи правой руки будет полезным. Да? Призываю вас подписаться на мой канал, ребята, чтобы получать секреты и фишки по игре на гитаре, разборы песен и мои каверы. Вообще все-все-все, чтобы получать, вам нужно подписаться на мой канал, нажать на желтую кнопочку subscribe и поставить лайк, если хотите, конечно, если вам понравился разбор. Поделитесь с друзьями этим видео, потому что я думаю эта тема заинтересует многих гитаристов, потому что все хотят знать, как играть боем. Это очень прикольно. Очень прикольно, прикольно, прикольно. Согласитесь, ребята. С вами был Раиль, благодарю за просмотр и до скорых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok